КОСТЯ Всем привет! С вами снова, как всегда, Костя. И славный дружбоков. Сегодня мы будем готовить не очень такое стандартное для нас блюдо. Обычно мы с Костяном мясо либо жарим, либо жарим во фритюре, либо запекаем, либо еще что-нибудь. А сегодня мы будем делать колбасу. Обычно колбаса крутится, вялится, коптится. И это занимает достаточно много времени на производстве. А мы будем делать колбасу из курицы. То есть, предположим, у вас есть какой-то запас куриц, но есть их просто так. Вы не хотите. Вы хотите сделать что-то, что можно положить на кусочек хлеба, полить горчичкой и угощать гостей. Тогда можно сделать из куриц, собственно, быструю колбасу. Ну, относительно быструю. Для этого мы начнем со снятия куриных грудок. Наша колбаса, а точнее, на самом деле, это будет ветчина в форме колбасы, наверное, будет состоять из кусочков курицы. У нас будет и белое мясо с грудки, и серое мясо с ножек. Но нам нужно, чтобы все это было чем-то связано. А для этого нам нужен будет пищевой желатин. Ну, здесь ничего нового, потому что все, на самом деле, абсолютно производители его пихают. Смотрите на упаковке желатина. Как его разводить нужно, чтобы он вышел достаточно густой. И разводите в теплой воде. Мы это делаем как бы заранее, потому что, чтобы, знаете, не стоять, часами не размешивать, он там сам растворится достаточно быстро. Что возьмем из курочки, Костян? Ну, само собой, грудки и ножки. Грудки сухие, поэтому компенсируем влажностью ножек. То есть, нам обязательно нужно, чтобы в нашей ветчине было и серое мясо. Ну, еще, наверное, кожу не будем брать. Ну, кожу нет, конечно, она будет такая, ну, значит, вареная и не очень. Она, когда зажаренная, хрустящая, она хорошая, да. А тут она в колбасе будет такая вот, поэтому мы этого делать не будем. Ладненько, отчекрыживаем. Слушай, надо тут дать ссылку, короче, на твой ролик, как ты там дебой фигачил. Да, дебой симпатично, да. Вот, отфигачиваем ноги. Я не знаю, даже стоит ли это показывать, ну, просто... А людям нравится, да? Давай и покажем. Людям нравится, когда вот так, знаешь, прямо... О, да, да. Ножка. Ножки так. А-а-а-а. И так потом по суставчикам так. Ать-ать. Ать-ать-ать. О. Ну, э-э, с крыльями то же самое. Ну, крылышки у нас не пойдут, мы их в заморозочку оставим для барбекюшки. Все любят щелочки-курочки. Слушай, как в Игре Престолов создается тот дом, который в короткость вздается? Женые там взденные какие-то? Да, мы не сеем которые, что-то такое. Не, мертвые мерить не могут, там, и все-таки того. Напишите в комментариях. Ладно, добываем мясо. Вот у нас получается куча вот такого вот мяса. Есть пара нюансов. Если, если, если вы видите в грудке какие-то вот такие вот белые жилки, то вы их старайтесь как-нибудь, как-нибудь вот так вырезать. Понимаете, вот это вот не соединительная ткань, а как бы это крепит курицу к костям. И за счет этого, ну, вот так нужно как бы их, чтобы без мяса было. Можно даже рукой вот так. Вот так. То есть вот эти вот жилы, ну, это не обязательно, но просто их прожевывать, сами понимаете. Это реально веревка будет такая в колбасе. Второй нюанс. Небольшой вот такой вот жирок на бедрышках. Его можно оставлять, особенно если вы уверены в качестве курицы, если она там не вонючая. Вот. Потому что он подрастопится, и колбаса наша станет еще сочнее. Я извиняюсь, ветчина. Ну, на самом деле, можете называть, как хотите. Срезаем мясо с ножек. Срезаем, срываем, стараясь оставить как можно меньше всяких жил. Вот таких. Мясо мы срезаем длинными полосками, чтобы в ветчине у нас мясо было длинными полосками. Тогда при срезе у нас будут такие разного цвета интересные колечки, а не просто труха. У нас получается вот такая вот здоровенная куча мяса. Без всяких жил мы старались как могли, вырезали все, что угодно. Но заметьте, мы в труху, в труху мы их не фигачим. То есть там реально такие кусочки, полоски. Желатин у нас полностью растворился, и настало время заняться специями. Как всегда про специи скажу баянные. Берите, какие хотите. А если не знаете, какие, возьмите соль, перец и какую-нибудь приправу для курицы из магазина. Только почитайте состав, чтобы там был глотамат натрия. Ну и само собой мы добавим немножко чесночка. Я сейчас не давлю зубчики по одной простой причине. Я хочу их натереть на чесночной карточке. Я ее заказал с ebay за что-то за доллар или за 2 доллара. Удобная штука, чтобы не мыть чеснокодавку. Надо тебе еще, знаешь, что заказать? Шкуру акулы. Знаешь, на ней васаби натирают. На шкуре акулы? Да, да, да. Ты же помнишь, какая она. Слушай, на ней можно натереть. Вот, специальная дощечка такая, на ней натянута шкура акулы, и на ней натирают васаби. Прикольно. Ладно, я думал, 5, ладно, 6 зубчиков нам хватит. Эта штука очень удобна для тех, кто любит, знаете, немного чесночные бутерброды. Я обожаю. Вот берешь вот так зубчик, оп, и об хлебушек, обтер, и у тебя чесночный бутер. Буквально за пару секунд. И мыть ее не надо. Ее споласкиваешь, из нее все это вылезает. Мгновенно. Хорошая штука, в общем. Вроде, блин, стоит 3 рубля, а полезная. Но это не реклама. Покупайте любой фирмы, если хотите. Пюрешка. А, вот так вот добавим сольки. Чесночок. Опа, наша пюрешечка. Для остроты можете брать вот такие вот хлопушки. Они, правда, не острые, нифига. Вот согласись, Костя. Ну, вот у меня подойдет, так будем пригорать. Кстати, на канал Костяна-то подписывайтесь, это само собой. У него там будет и про выращивание перцев, и про все дела. Эта смесь приправа для курицы, там сейчас почитать не знаю. Да не, не почитай, это приправа для курицы, йокаламаны, и свежемолотый перец. Я схитрил. Он не свежемолотый. Я соврал. Кстати, кто-то скажет, о, туда нужно оливоча долбануть, там маслица. Не уверены, не уверены, потому что нам нужно, чтобы колбаска была монолитной. Понимаете? А возможно, что оливковое масло не впитается в мясо и будет разваливать. Вон какой-то кусок, смотри, надо нарезать. Давай нарезаем. Ну, давай уже желатинчик добавим, пускай он чуть-чуть подостынет, потому что колбаску нужно будет сворачивать, когда он все-таки уже впитается и можно будет нормально формировать что-то. Вы, наверное, сначала подумали, что мы много добавили сюда желатина. На самом деле, спустя пару минут он очень сильно впитывается в мясо. Важный момент, что колбасу эту, собранную из вот этих вот запчастей, нельзя будет нагревать больше 100 градусов, иначе желатин распадется и не будет ее сдерживать. Поэтому можно готовить в сувиде либо в духовке с очень четким термометром. О, опять какой-то кусок попался. Тоже нарежем. Желатин застывает достаточно быстро. Он может застывать, он может плавиться опять, может опять застывать. Мораль вот в чем. Если вы его нагреете больше 100 градусов, он больше не застынет. Это ключевой момент. Пожалуйста, если вы делаете этот рецепт, то обязательно обратите на это внимание. Если вы включите духовочку на 120, 140, 160 градусов, знаете, как привыкли, типа 160 градусов на часик, как курочку жарите, у вас все расплывется. То есть желатин, который мы туда заливали, специально, чтобы колбаска была ровной, чтобы она была упругой, чтобы она отрезалась вот такими колечками, все расплывется и превратится в кашу. Мы сделаем две колбаски. Первую мы сделаем методом сувид, потому что у нас есть сувидница, черт подери. Мы этим выпендримся. Но, если у вас ее нет, у вас есть только духовка, держите низкую температуру. Курица готова. При температуре 60-65 градусов она уже готова. Не больше 100. Иначе все это превратится в кашу. Чисто за счет желатина. Чтобы колбаска... Вот мы берем половину. Половина у нас идет в духовку, половина в сувид. Чтобы колбаска сохраняла свою форму, само собой, нужно ее как-то закрепить. Можно использовать специальный, как называется, коллагеновый лист. Или как же это лист? Да-да-да, коллагеновая оболочка там, или листик, не знаю. Есть такие специальные штуки, как фольга, но они абсолютно съедобные. Можно заворачивать в них. Ну, а можно, как мы, по старинке завернуть. Первый десяток таких колбасок делаем. Да, идеально. Вот так. Одна у нас будет вот такая толстенькая. Заворачиваем фольгу, подкручиваем концы, и само собой форму она у нас после этого не потеряет. По крайней мере, она будет похожа на что-то типа вот такой колбаски при запекании. Для сувида у нас пойдет две колбаски. Вот такие вот две колбаски, небольшого размера. Почему небольшого? Потому что сувидные пакеты вот такого размера. Вы спросите, почему мы не затолкаем сразу это вот в такой пакет и не вакуумируем, потому что оно все расплющится. Нам нужно, чтобы сохранялась какая-то форма. Ну, иначе будет просто не так уж красиво. Поэтому возьмем и сделаем. Можно вот так у нас гладить. Шикардосненько. Ну, и тут так получилось, что дружу убежал по делам, и, соответственно, шоу остается на мне. Следовательно, сейчас будем разогревать суви до нужных градусов, а точнее 80, следовательно, понеслась. И после этого, когда разогреется, будем уже там варить колбасочку в течение двух часов. Эта вещь никогда не разогреется больше 80 градусов. То есть мы будем уверены в том, что это будет готовиться при 80 градусах уже оставшиеся, сколько там, час здесь, ну, продлим до двух часов. И вот идет процесс, передвинул. Так, че ты здесь? Ты что, ты поставил без меня, что ли? Ну, а че, как? На сколько поставил? Ну, 80 градусов на час пока, там больше не ставится, больше в час. А, смотри-ка, даже все правильно сделано. Ну, смотри, у меня, смотри, если че. Так, подожди, я ж крутой, это я круче, чем ты. А, да. Мастер, спасибо, что вы сделали все правильно. Вот, так-то лучше. Короче, варим эту хренатень, я вернулся. Ну, а вторую колбаску мы запихиваем в мою электрическую духовку, подаренную подписчиками. Вот, мы заталкиваем сюда. А почему в электрическую? По одной простой причине. Кстати, почему мы ее на кухню не принесли, где нормальный свет? Просто потому, что там уже стоит эта сувидница, там уже места не очень много, поэтому пускай готовится здесь. Здесь можно, в отличие от газовой, моей духовки, которая называется Идель, выставить долбаные, например, 80 градусов. Одно из больших благ сувидницы в том, что она никогда не поднимает температуру выше того, той планки, которую вы задали. Поэтому переготовить ничего невозможно. Мы могли бы оставить вот эти вот колбаски здесь на 6 часов. И с ними все равно ничего бы не случилось плохого. На самом деле, час, полтора, два, два это край, и они полностью готовы. Но чтобы это превратилось в нормальную колбаску, в нормальную ветчинку, которую можно нарезать, нужно это остудить, для того, чтобы застыл желатин. Надеюсь, он у нас застынет. Запихиваем в холодильник. Мы охладили нашу вакуумирую... Вакуум... Как правильно? Вакуумирую. Вакуумирую... Вакуум... Вакуум... Да ты лошара, вакуумирую. Вакуумирую... Подожди, вакуумирую надо у два раза. Вакуумирую. Короче, друзья мои, наша колбаса остыла, и мы посмотрим, что у нас получилось. Отрезаем нашу колбаску. Вот так. Какими-то ломтиками. Это нежная штука. На самом деле, она офигенно просто пахнет. Я хочу, я хочу положить ее на хлебушек. Ну, это заранее уже понятно, что действительно вкусняшка. Знаешь что? Я просто, я просто сделаю это. Я просто, я просто положу эту штуку на хлебушек. Да ты прям царский бутер-то сделал. Это, это будет царский бутер, и знаешь, что я еще сделаю? Либо горчичка, либо хрен. Вот так вот я хренцом Блин, как я слюнями еще не заливаю ничего. Вот так. Ну, это нормально, у нас такой чёрт. Чёрт подери. Ну, да, не очень ресторанно, но я сейчас съем это, короче. Ну, сначала, что можно сказать об этой колбаске просто без всего? Глутаматик. Вставляем. Глутаматик великолепен. Это колбаска. Ветчинка, я извиняюсь, называйте как хотите. Нежная-нежная куриная штуковина. Не сухая. Не сухая, она не жареная, из неё не выходили соки. Это нежнейшая колбаска со специями. Слегка-слегка острая, знаете, такая острая чуть-чуть пощипывает за счет того, что мы тут добавили чили хлопушки. А теперь с хренцом и хлебушком. Куриная колбаска со специями, хреном и хлебушком. Ну, кто хочет, делайте. Один комментарий. Ещё гуще замешивайте желатин, чтобы колбаска была вообще плотная такая с желатиновыми жирняшками. Вот это тогда будет просто божественно. Всем пока. Небольшой фоскриптум. У нас в этом видеорецепте так бредово получилось, что мы там перепутали спонсора. И, короче, в итоге оказалось, что у нас освободилось одно рекламное место конкретно в этом рецепте. Поэтому я хотел бы попиарить канал человека, на канале которого, как я считаю, незаслуженно мало подписчиков и творчество которого мне нравится. Это канал Константина Кадавра. Канал Константина Кадавра я советую абсолютно безвозмездно. Я советую его потому, что я его конкретно смотрю, я на него подписан и всё время интересно посмотреть, что же там Костя сделал нового. Я хочу, чтобы у него прибавилось после этого пиара прибавилось немного подписчиков. Я очень надеюсь, что они прибавятся. Обязательно заходите на его канал И посмотрите его последнее видео, которое я бы назвал Диалог кухонного философа со сварщиком Вот здесь подписочка на фоне экрана Вот это, кстати, Константин Кадавр А также ссылочка будет в описании И там же будет ссылка на кулинарный канал Костяна В смысле, Константин Кадавр и Костян это разные Костян это мой Костян А Константин Кадавр это эдакий ультра-хай-квалити кухонный философ Кто подпишется, большое спасибо Мне было бы очень приятно увидеть, что я человека пропиарил И у него количество подписчиков увеличилось Обязательно посмотрите последнее видео на его канале Ну а если вам его творчество не понравится Значит, скорее всего, у нас с вами просто очень разные вкусы Ну вот и все Еще раз повторяю, это абсолютно бесплатно Бесплатный пиар просто потому, что я лично смотрю его канал А что значит халявному месту пиарному пропадать? Подписка на Константина Кадавра Большое спасибо, всем пока